Сегодня дождик, и, как говорит наша Оля, ну, коллапс, чистый коллапс. Я рассчитывал, что сначала я поговорю, а потом мы с вами сумеем, как высказывался Михаил Сергеевич Бербачев, обменяться, то есть, в эти вопросы высказать свои возражения, свои соображения. Вряд ли это получится именно сегодняшним вечером. Ну, мы еще два дня вместе, так что ко мне можно подходить, спрашивать, заговаривать, возражать, ну, все что угодно. Вот, и теперь я уже начну, собственно, свой рассказ. Во-первых, здрасте, коллеги. Я называю вас коллегами еще и потому, что в моем учебнике в межсестерском дипломе написано решительно то же, что написано в ваших дипломах. Фиболог, преподаватель русского языка и литературы. Так сложилось, биографически, что русским языком я никогда не занимался. Ну, писал на нем, говорю на нем. Вот и все, собственно. Но и литература, и преподавание литературы тоже немножко сомнительно, потому что в школе я работал ровно две недели. С 15 августа по 1 сентября не включительно. Вот, 1 сентября, когда дети и учителя пошли в школу, я отправился на работу в районную газету. Через несколько лет перешел в областную молодежку, потом аспирантора, потом литературная газета на 13 лет. И вот уже почти на 35 лет литературно-художественный и общественно-политический журнал «Знамя». Я мог бы сказать и о знамени, и о всех их прочих вещах, но я хотел бы сегодня поговорить о другом, по просьбе организаторов, которые сюда меня позвали. Год тому назад я представлял здесь, в Ясной Поляне, свою большую книгу в 1097 страниц, которая называлась «Оттепель события». Это была хроника, такая подневная роспись того, что происходило между 5 марта 1953 года, то есть днем смерти Сталина, и 23 августа 1968 года, когда войска Варшавского договора вошли в Чехословакию. 15 лет примерно. За это время устала выйти еще одна моя книга. Она вот она. В ней на 60 страниц больше, чем в той, в первой предыдущей. И это, хотя тематическая, это та же, то же время, тот же период, те же 15 лет. Это другая книга, это биографическое словарь. Это 368 очерков, как мне хочется надеяться, научно-художественных, очерков в 368 писателях, литературных критиках, литературоведах, редакторах, издателях, политических деятелях. Даже, казалось бы, не вполне понятно, почему туда подпалят фигуры и бежессонах, которые оставили свой след в литературе этой эпохи и в культуре этой эпохи, без сознания которых представить нам себя это время невозможно. возникает вопрос, почему я вот уже 10 лет занимаюсь именно мантибрием. Ответа два. Первый ответ, сухопиографический, это время моей молодости. Я поступил в университет в 1996 году, когда, кажется, никого из вас еще не было на свете. И захватил, трайм захватил этот период. Я был деревенским, вернее, поселковым, пареньком, в политехническое не ходил, в Лужники не ходил тоже. И вот то, что происходило в столицах, в Москве, в Ленинграде, до меня относилось таким, я дорожен, с одной стороны, с другой стороны, таким очень резонирующим светом. Мне было очень интересно. Вот тогда еще подростком. И мне остался этот интерес навсегда. Но это первая причина, биографическая. Есть более существенная. Старф Мацвингу принадлежит прекрасная формула и метафора звездные часы человечества. Он говорит так о тех часах, когда люди наиболее чувствуют себя людьми, когда время энергетическое очень насыщено и происходят события, которые сказываются потом на долг, на долг и на долг. Так исторически получилось, что в истории нашей страны, по крайней мере, в 20-е веке, но можно посмотреть на 19-е, эти звездные часы совпадают с периодами оттепеля. Обычно мы говорим об одной оттепеле, вот этой вот, 53-68. вы посмотрите, 17-го октября 1905-го года государь-император выпустил манифест, который даровал свободу собраний, свободу личности, свободу творчества, он учредил Государственную Думу, ее не любили современники, как современники, и сейчас не любят Государственную Думу. Но она была, она была, и была многое другое. И культура мгновенно ответила на это серебряным ветом. Дальше. революция, одна, вторая, террор, один из первых декретов советской власти, это декрет, запрещающий свободу слова и выводящий цензуры. А в 22-м году начинается НЭП. И культура снова отвечает на объявление свободы, взрывы, творческой энергии. Литературы, театр, музыка, изобразительное искусство, появление новых видов искусства, дизайна, например, и так далее, и так далее. Присеклась к 30-му году. Давно длинный период, который все мы знаем, 30-е годы, 40-е, и смерть Сталина 5 марта 1953-го года начинает вот этого церквы, вот теперь. И я в прошлом году как раз рассказывал, как это начиналось, если кто-то меня слышал, говорю, в частности, о том, что уже на второй день после похороны Сталина М.Б.О. Генни Максимилианович Маленков, а он тогда руководил Советом Министров и воспринимался как первое лицо в государстве, подверг критике какой-то личности, еще и Сталинске. До Сталинска надо было ждать до февраля 1956-го года, а свой собственный, потому что ему тут же стали гадить финал, раздавать похвалы и так далее. Шло-шло-шло-шло это вот теперь и близок власть в 1968-м году, то есть в этом году тоже в известной степени юбилея. Потом опять-таки историческая пауза перестроена. Граница раскрывается, свободы объявляются, появляются сразу закрытые, запрещенные книги, закрытые кинофильмы, отложенные спектакли, картины, которых не было выставлено в публичном пространстве. Много всего такого в этом роде. Вот, наверное, я очень на это рассчитываю, что о каждом из этих четырех периодов в истории нашего государства будут написаны еще и еще, и так написано много, но будет написано еще и еще. Что обращаю на себя внимание? Первое. Каждый период оттепеля сидит, как вспышка. Лет 15, ну, около этого, 18, ну, 11, ну, как-то все, около 15. Второе. Каждый оттепель объявляла власть. Нестихийное творчество масс, как говорили марксисты, а это было государственной политикой. Часто, противоречивой, гибридной, так как угодно, не можно поставить многое в вино тем, кто объявлял очередную оттепель, но тем не менее объявлялся. И закрывала каждую оттепель, и закрывала каждую оттепель тоже власть и своей любовью. Не потому, что вот этот свободный творческий дух исчерпался, но вот это хорошо бы нам запомнить. это хорошо бы запомнить. И вот я собственно говоря решил описать серию работ о том, как это происходило, почему это происходило, почему закрылось, и какие уроки нам всем остались. А причем в первом случае в их книге хоть и без события, это действительно чистая подъемная роспись, это хроника. Первое марта, второе марта, третье марта, пятого марта, когда события неожиданно сближаются, подсвечивают друг друга, происходит масса всего неожиданного при таком подходе. И в первом итоге почти не было моих слов. Комментарии, много фразы связкой, чтобы связать какие-то части цитат. А книга вся была построена действительно на цитатах из старых газет, из старых партийных документов из писем, дневников, позднейших навуаров. Пусть время говорит, пусть говорят современники, как они это все видели. А может, когда-нибудь исследователи, историки литературы напишем о том, как мы это все понимаем. и это принципиально отличает первый тон, хроникальный, от второго, биографического, вот эти вот статьи о сколько-нибудь озаметных и сколько-нибудь заметных фигурантах туристической эпохи. Они тоже построены в значительной степени на цитатах из высказаний современников. Я подчеркиваю только современников, не позднейших историков, а вот тех, кто жил тогда, тех, кого по ахматовскому выражению там стояло. По тексту моя, и трактовка, разумеется, моя, я старался быть максимальным, не тандыциозным, даже нейтральным подобным. Но, кажется, мне это не очень удалось. Во всяком случае, первые читатели моей книги прекрасно усматривают мою позицию и ход моих рассуждений. Еще что важно сказать об этой книге, чем она отличается от огромного количества других историко-литературных работ и исследований. Это, ну, вы знаете, все литературные словари, энциклопедии. От краткой литературной энциклопедии давней, еще 60-х годов и остающейся по сей день прекрасной, прекрасной антибиотомни, которые это в первейших словарей. Это литературные словари. И биография авторов в них привлекается в первую очередь для того, чтобы объяснить, почему имя рек написал там то-то и то-то, а того-то и того-то, например, не написал. Это другая книга. Это сборник гражданской биографии. И литературные произведения, там нет анализа литературных произведений, почти нет. Литературные произведения привлекаются лишь для того, чтобы проиллюстрировать, показать механику судьбы и те повороты, которые с ней случались. Каким были наши великие выдающиеся, известные, заметные, полузабытые, забытые и прочие писатели. Как люди, как граждане, как они неагировали на 20-е съезд, как они неагировали на Нобелевский скандал с Пастернаком, на суд на Добродске, на другие какие-то важные эти самые вещи. Что за люди? они были писатели. Ведь писатели же тоже люди, а не только переставка к перу и к клавиатуре компьютеров. И вот когда ты смотришь на былое, происшедшее таким вот образом, то открывается очень многого неожиданного. Я хотел как раз свести и в каждой статье, в каждом очерк, я называю это очерками, это не вполне научная работа, но найти что-то маленькое или, по крайней мере, сблизить те факты, которые уже известны, поставить их дыхнув в свою покой череду. Что выясняется? Выясняется, что были разумеицы. Для меня это, в общем, театр, пьеса. И у каждого фигуранта своя роль. Роль идеального героя, роль резонера, роль храбреца, роль мерзавца, какая угодно. В этой прессе, конечно, были люди, которых даже самое тщательное, как бы за это неприязненное расследование не открывает ничего трудного. Так они прожили свою миг. Ахматов, Паустовский, Бродский, нет, Бродский нет, Бродский брошил свою жизнь очень разнообразно. Твардовский, Калейин, Лидия Галюна Гейнсбург. Несколько десятков человек без страха и упрека. Одни из них были борцами с режимом, другие старались не обращать внимания на режим. а делать свое дело так, как они его понимали. Одни подвергались старагуле, другие брошили в уровне неблагополучно. Мы прожили свою жизнь. Есть, разумеется, в моей книге и объявленные мерзавцы, про которых слово хорошее сказать нечего. ну, например, вот критик Владимир Ежемилов, многолетний редактор литературной газеты, автор бесчетного множества позорных статей, где он травил, гнал, избивал собратьев папиру. Рассказывает, что на калитке его передел в Годской даче висела табличка «Осторожно, злая собака». И кто-то подписал «И беспринципная». Ну да, «И беспринципная». Или еще один критик «Кормилий Люцианович Зелинский», которого называли Балюциановичем. Очень культурный человек, прочитавший много книжек, думал, что надо полагать. Но вот он приходит, приезжает в Переделкино к Пастернаку поздравить его с Новым Годом. Его принимают. Обращаясь он целует Пастернака со слезами и уезжает. Дело было 1 января. А 5 января вышел номер литературной газеты, где Корнилий Люцианович назвал Бориса Леонидовича антисоветщика. Зачем он это сделал? Зачем он, написавши такое, издавши в набор такой текст, поехал все-таки по сторонам и целовался с ним. Вот. Скалом. еще пример. Уже вроде бы не литератор, но без него анциклопедия литературной жизни была бы неполной. Некто Яков Лернер. Он ничего не написал за свою жизнь. он просто как тогда, вы, конечно, не помните, но читали, наверное, что тогда государство делало, пыталось сделать опору еще так называемой народной дружины, бригад милы, то есть комсомольцы, добровольные милиционеры и прочее, прочее, которые наводили страх и ужас не только на алкоголиках, но и на вполне себе приличных граждан. Так вот, Яков Михайлович Лернер начал с того, что выискал в Ленинграде евреев, которые тайно изучали евреи, для того, чтобы почитать священные книги еврейской культуры. А кончило, точнее не кончило, слушательно, продолжится дальше, стать Юрия Филетона около литературной труди, которая стала поводом для ареста и выслуги Бродского. Вот кто-то делал гадости, потому что так власть их заставляла. Пытали, например, говорили, что детей убьем, еще там что-то, иголки под ногти загоняли. А этим не делали ничего. Они сами так этого хотели. и вот я говорю таких вот очишков там у меня тоже несколько десятков. Но я в меньшинство подавляющее большинство сюжетов связано с людьми, как обычно выражаются, неоднозначными, которые вели себя по-всякому. гибридными. Есть теперь тоже такое выражение гибридными, ближай и ужа, которые создают колючую проволоку. Вот Валент Петрович Катаев. Бесконечно талантливый писатель. Но в 30-е и 40-е годы у меня его репутация была отвратительной. Потому что первым кидался и на Ахматову, и на Луговского, и на Платонова. очень активно еще в заключении Соченко и Союза писателей. И всякое такое. И вот теперь начал фразой, которую вправе можно было вешать на лозунги. Вот что он писал. Для того, чтобы написать что-либо порядочное, полезное для народа, можно твердо стоять на идейных позициях коммунизма. Когда это чувство партийности во мне ослабевало, я писал плохо. Когда чувство партийности во мне укреплялось, я писал хорошо. От Валентина Петровича никто этого не терял. Он был пополучный писатель, все книги издавались. Как только они были написаны, получали нужные премии, выходили в собраниях сочинений и так далее. Но это такая интульгенция. В случае если что не так, то так. Так нет главным редактором журнала «Юность», который, собственно говоря, выпустил поколение шестидесятников или шестидесятников, которые называют, как называют его Евтушенко. И вот, когда после падения Хрущева началась такая постепенная медленная сталинизация, неожиданно для всех вдруг подписал письмо, коллективное письмо с протестом против косвенной или частичной реабилитации Сталина. И он же уже в старости написал такие чудесные повести. что-то как-то забыть. Разумеется, мы все читатели. В наших глазах, в нашем сознании эта чудесная мавистская проза, мовая плохо, так иронически называл свою поздную прозу, перевешивает все поступки и нападения на друзей, и предательства, и гнусные статьи, и так далее. Ну и второе помнить надо бы. Обратный пример. Александр Григорьевич Тиментьев, критик, начальник Ленинградской, которого угораздило прийти с фронта в Ленинградскую писательскую организацию, где он стал одним самых первых и самых главных палачей, истреблял современников, как только мог. Вот цитата уже не о современниках из одного доклада 1949-го года. Кавычки. Пушкин очень многограмен. И еще надо рассмотреть, что нам подходит, а что нет. тучи у Бенедиктов тире реакционная маркобеса. Лев Толстой отчасти тоже реакционен. Ну, а Достоевский это товарищи нехти какое-то стяжение. Полноценный Некрасов, Кольцов, Дрожжин и Суриков. А про Ахмат он сказал, товарищи, надо же прямо сказать, что Ахмат древной поэт. Это 1949-й год, и так оно, наверное, и шло, но наступило теперь 1953-1954-й год. Тогда была манера у новой власти, ну, то есть новой-старой власти, люди-то все те же, но теперь власть у них и только у них. блокировочек из других городов, те, кто очень уж насвиднячил в своих родных городах, переведите в Москву и такое-нибудь еще, как-то так, чтобы не показывали все пальцы. Александра Григорьевича перевели в Москву, назначили известителя Твардовского в журнале новыми. В первый приход Твардовского, потом пауза, когда Твардовского отставили, во второй был ближайший сотрудник Александр Клифовича. Ну, и как рассказывать Солженицын, Твардовский не принимал ни одного решения, не склонившись к уху Дементьеву. Совет Дементьев не полагать не давал достойное и это зафиксировано мемуаристами в дневниках, в письмах все 200. На приходе в 1966 год Александр Григорьевич один из толпов отечественной демократической мысли. И вдруг он соглашается, принимает предложение быть общественным объединителем на процессе по поводу Синявского и Даниэля, которые, как вы знаете, под псевдонимами печатали свои произведения за рубежом, были арестованы, подвергнуты уголовному суду. А надо было для соблюдения всех приличий, чтобы были общественным объединителем. и Дементьев, который Синявскому давал рекомендации в Советском Писателе и был его руководителем в Институте мировой литературы, соглашается на роль общественного обвинителя, то есть почти полотен. Давлядцев в шоке, особенно в шоке Таратовского. Пишет о том, что если это подтвердится и Александр Григорьевич все-таки пойдет на суд, мы выведем его из редколлегии еще до этого суда. Ну, слава Богу, то ли отсоветовали, то ли что-то еще. Один штрих, одна деталь, но какая получается действительно неоднозначная фигура и личность. Или вот еще. в моем книге есть биографическая очередь представляющая циклистов, то есть работников Центрального Комитета КПСС, которые занимались контролем над литературой, соблюдением всего правильного и так далее. А некоторые пишут с глубокой неприязнью. Сказать ничего хорошего, либо серые, тупые, малознающие, малограмотные люди, деленные вдруг властью, миловать, вставлять в издательское планы, вычеркивать из издательского плана и так далее. но есть примерно два очерка фигурок других, которые тоже были циклистами и их подписи тоже стоят под плохими документами. георгий. вот Георгий Иванович Кудейцын, он занимался литературой и еще больше кино, что запрещал на бумажках. но у него были аппаратные возможности. Он мог позвонить кому-то, директор киностудии, например, и тихим, делим, дружеским голосом, сказать, вот сейчас придет вам бумага за мою подписью, не обращайте на нее внимания, талантливый вы ведь парень, тот или его режиссер, пусть все-таки он снимает свою пилу. И Андрей Арсений Тарковский называл его своим крестным отцом, потому что только благодаря ему от фильма Андрея Рублева увидел свет. И второй пример, тоже циклист, Игорь Сергеевич Чернолуцан, он занимался исключительно литературой и тоже на блес-облишь обстоятельства времени, места, карьеры требовали своего. Ну, какие, например, происходили вещи? Вот в 1960-м году в редакцию журнала «Знания» поступает роман Василия Семеновича Броссмана «Жизнь и судьба». Главный редактор тогдашний Вадим Кожевников прочитал, что приходит в ужас и, чтобы посоветоваться, отправляет рукопись этого романа, роман огромный, рукопись этого романа в Центральный комитет. Обычно пишут, что в КГБ, неправда, ни в какое КГБ, он не послал его, он послал в Центральный комитет с тем, чтобы приложить ответственность. Там читает, переходит в ужас. Там офицер КГБ подает докладную записку о необходимости Василия Семеновича арестовать, Роман уничтожить и так далее. А Игорь Сергеевич трудовца уже из ЦК КПСС, который главнее, чем КГБ, подает предложение. А давайте-ка мы не будем трогать Василия Семеновича, не будем его сажать в тюрьму. Зачем создавать шум вокруг него, делать из него героя? Давайте просто обнимем у него все копии романа, включая Черновики, включая как-то бумага называлась, промокашка. Копирка. 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 А его оставим. И книжки его будем издавать. Не эту, конечно, а другие, которые раньше были написаны Василием Семеновичем. Так и поступили. Творотковский назвал это убийством души без тела. потому что действительно роман мог погибнуть, по счастью был спрятан один экземпляр, который потом попал на сапад, вышел, дальше началась другая судьба. Это не важно. Вот как отнестись к этому совету? Роман погубить? Автор Спастин. Про него есть еще одна чудесная история про Игорь Сергеевича. Он вызвал к себе на прием Маргариту Алигер, поэтесс, которая напечатала какие-то неправильные стихотворения в каком-то журнале. Стала и распыкать в своем служебном кабинете. распыкал, распыкал и влюбился в Маргариту Иосифов. Влюбился. Начался роман, разумеется, тайный, секретный, потому что он был женат. Ну и вообще это же неэтично для партийного чиновника заводить такой роман. Мах, едва он вышел в отставку, он тут же женился на Москве и Террибер рассказывает, что это была одна из самых счастливых семей во всей литературной Москве и в литературном переделке. Ну вот. вода по всем примерно, всякий раз стараясь найти что-то, какую-то деталь, на которую сам персонаж, сам человек, может быть, даже не обращал такого большого внимания, воспринимался на по-другому. Этих тоже менялось, то, что было прилично, в одну эпоху стало совершенно неприлично, уже в следующую эпоху, и все это и написано. Об этих гибридных людях для чего? Для того, во-первых, чтобы мы их лучше понимали, наших писателей, в том числе и тех, кого он перечит в шерпан диапазоне. Он шел ухо до вестернака. Шелух закатка же написана километром, десятки километров. И я боюсь, что по количеству написанных о нем монографий и так далее, он едва ли не догоняет Льва Николаевича. Но все как-то, знаете ли, однозначно. Те, кто любит советскую власть, абсолютно убеждены. Шелуха самый великий русский писатель 20-го века. Те, кто советскую власть терпеть не может, считает его вором, будто воукравшим текст Тихого Дона, плохим человеком, едва не доносчиком, тоже палачом, который требовал сурового наказания в духе для своих товарищей писателей. Во всяком случае, тем человеком, который выдохся и перестал писать. Интересно, правда? Как это все получилось? Как получилось, что уже в 30-летнем возрасте, в 30-летнем возрасте он был назван впервые великим писателем. Да никому не снилось такое в 20-м веке? Почему именно новым? Еще эти хитом не был закончен, только начат, а уже великим. Вот. Интересно? Или, например, Борис Леонидович Пастернаков, жизнь которого прослежена, тщательнейшим образом. Есть замечательные работы, замечательные книги, труды, где многое-многое говорится. Но я обратил внимание на то, что какая-то такая странная вещь происходит с романом доктор Живакова о его поэтике, о его философии, о его художественных мотивах, о чем угодно в этом роде. Написано действительно очень много, часто написано блестяще, и так далее, и так далее. Хорошо прослежены ранние годы биографии Близнец в Тучах, Сестра Моя Жизнь, вот это вот и все, 20-е годы, особенно хорошо, 20-е годы, чуть хуже 30-е, но все равно тоже все описано. А с романом тут же как-то в общем все не вполне ясно. И укоренелся такой образ Борис Леонидовича, небожителя, собеседника Роща, который плохо что понимал в окружающей его действительности, старался преснеять, как-то не менее, никак не связываться, и вообще год жертвой тупого преступного режима. Так ли это? Я попытался проследить все на все, ничего такого особенного, цепочку событий. И выяснил, что для Бориса Леонидовича перестройка началась раньше, чем для всех. Не приступник, простите. Оттепель началась раньше, чем для всех. В декабре 45-го года он начинает писать роман, который эти называют реальным, другие называют неудачным, это не важно, но роман уже абсолютно оттепельный, полный эмпатии, для того времени совершенно не характерный, сочувствие, слабым и падшим. И так далее. А с 40-го года начинает читать этот роман всех, кто готов слушать. И с того же примерно года начинает, нанимает несколько машинисток, несколько машинисток, чтобы не перепечатывали главы этого романа, все разраставшиеся. И рассылает их по стороне и в Лондонке жили его сестры. Еще и разговоры нет о публикации. А у Натальи Лидон-Трабберг замечательная переводчица, духовная писательница, есть воспоминания о 55-м годе. Еще официальная роман ничего не известна. О 55-м годе, где она говорит, что вернувшиеся пели таганку, вернувшиеся оттуда и суда, пели таганку, а все начитали посторонная сцена. Доктор Живак. Все студенты, артисты, друзья, в ссылках, когда еще были люди в ссылках, и так далее, и так далее. Он написал. Он отдает это издателям, советским издателям, конечно. Журнал Новый Мир, Журнал Знаний, в альмонах летела в Москве, в тогда затевавшись, нам так не застаившись, издательство современников. Это происходит зимой и весной 1956 года. Первый ответ «Нет, печатать не будем, печатать нельзя», он получает в сентябре. через полгода после этих событий. Но уже в апреле, он еще не получил ответ, уже в апреле, он заговаривает о том, что хорошо бы этот роман отправить за границу. в конце мая, передает его действительно этому итальянцу, корреспонденту итальянской службы, госрадио, роман уходит туда, начинается история, власть об этом узнает, тихо, пока не поднимает шума, два года ему выкручивают руки, чтобы он выжмал роман назад, не издавал его, шума не поднимая, и кто, так сказать, еще как бы и не знает. Вот он дирижирует, он режиссер своей судьбы, он дирижирует, он знает, что он делает, он выходит в Италию, потом появляется по-русски, Нобелевская премия скандал и так далее. Кто жертва? Нет. Он знал, что идет, и что писал, и как он боролся, и что он хотел для себя сделать. И прослеживается в моей книге несколько, разумеется, линий каких-то, простите, несколько линий, из которых одно из важнейших для меня является становлением, как я это назвал в одной из своих статей, этики неповиновения. Что значит неповиновение? Почему именно это неповиновение мне кажется таким важным? Потому что неповиновение власти, рынку, любым советчикам это одно из неотъемлемых, корневых черт любого большого таланта. вот мы с вами на земле писателя, который всю свою жизнь прожил неповиновщимся. Кого бы то ни было, самому в третьем, самому в высоте каким-то инстанции, даже если он был неправ, он всегда неповиновался. что-то им говорили другое. Вот. Такое неповиновение. Перестали, разумеется, ни о ком неповиновении, и речи быть не могло. И речи быть не могло. Что было можно? можно было не писать гадкое и подлое сочинение. За это тоже важно иметь и своя цена. Тебе переставали издавать, тебе не давали высокие гонорары, тебе держали в дании каких-то публичных трибутов и так далее. Но не писать таких вот гадостей можно всем. За это не сажали. Потому что тем более не расстреливали. Но нельзя было не являться несобранием. Нельзя. Вот это могли быть уже неприятности большие и настоящие. Нельзя было не подписывать всякого рода расстрельные письма. Раздавить как бешеных псов. писали выдающие подписывали выдающиеся русские поэты, выдающиеся русские прозаики текста по тех, с кем они были, на ты, по имени своих коллег и так далее. Если ты не подписываешь и велика беда, то твою фамилию поставят без спроса. И объяснится, что ты не ты, что ты ничего не делал, не подписывал. Нельзя где, где ты с этим объяснишься. В печати кто же это возьмет, на собрание кто же тебе даст трибуну. Нет, только так. Вот Сергей Павлович Залыгин, когда стал главным редактором «Нового мира» уже в 80-е годы, ему недоброжелатели пеняли, что в 1958 году, он тогда жил в Новосибирске, он поставил свою фамилию под письмо, обличающим отчеркаться по сторонам. Сергей Павлович писал, вы не жили тогда, не знали, как это было в провинции. Пришла команда, взяли список Новосибирской писательской организации, перечислили всех, поставили под это письмо, «Попробуй объясниться». Да, так это действительно. Нас, конечно, привычка ставить подпись у меня, спросясь у самого человека. Проистор тянется в ходе нынешних этих самых времен, и время от времени где-нибудь уже не в печати, а в социальных сетях, например, слушали жалобные голоса, что я же мол этого не подписывал, я же этого не говорил, или если я это говорил, то меня извратили, вырвали из контекста какую-то мою фразу. вот и так это было необходимо. Рассказывают, что Зинаида Николаевна пастернак на колени во второй половине сороковых годов мрачное семилетие на колени становилась перед своим мужем. Подпиши, у нас же дети. Борис Леонидович не подписывал, хотя это на подпись 30-х годов все-таки стоит, кажется, она была поставлена вот именно без спроса. И, например, словами «Капитанской дочке», когда Завеевич в тяжелую трагическую минуту шепчет Петруша Милиниеву «Не упрямься, что тебе стоит, плюнь да поцелуй, поцелуй Леонидову». Плюнь да поцелуй. С этой очкой жили. Действительно, да, и все происходило. Вот постепенно неповиновение шло и возникало уже 50-е годы, раннее оттепель. В Ленинград приезжают какие-то дураки, Ленинграды английские студенты. Дураки я говорю, потому что дураками я их назвала Анахматов. Чего совершенно не понимающие. Они хотят, чтобы им устроили встречу с Ахматовой и Пастернаком. жертвами постановления о журналах «Звезда Ленинград». И приходит она деваться. И Анна Древна и Михаила Халки. Вот. Анна Древна. Раньше была восстановлена в Союзе Писателей еще в 51-м году. Плацена за это стихотворный цикл «Слава миру», который печатался в журнале «Огонек». Для него это было важно. Надо было вытащить из лагерей своего сына Льва Николаевича и вообще восстановиться в гражданских правах. у Михаила Николаевича таких заслуг не было. Его восстановили уже только в 54-м, уже после смерти вождя. Но он теперь тоже член Союза восстановлен там какие-то виды довольствия. В общем, как-то более-менее жизнь налаживается. И вот это собрание. Спрашивает Ахматова, как она относится к постановлению ЦК ВГПП. Ахматова встает и мертвого консульта говорит, что она полностью поддерживает, благодарит ЦК за внимание и заботу, что она учла это все в своей поэтической работе и садится. Спрашивает Зочника. И Зочника вдруг как-то описали впадает в стилю. начинает говорить, как он может признать, что его называли мошенником, трусом, его дежурецкого кавалера, его писателя и так далее. Разумеется, начинается новое вал обречения. Разумеется, он вновь не печатает. Книжка выходит за год до смерти Михаила Михайловича. Но она ему уже неинтересна. Он убит. Она ему уже неинтересна. Единственное, о чем он хлопочет, это о пенсии. Потому что мы даже пенсию не написали. Он успел получить эту пенсию один раз. А через две недели после этого скончался. неинтересно. Но он обращает ваше внимание ничего не признал. Не покаялся ни в чем. Не поцеловал бьющую руку. И так вот складывается вот это вывести как неповиновение. вот те же собрания. Пастернак уже позволяет в 50-е годы собрать и не ходить. Он объявляется больным или просто не приезжает. Даже те, которые с разбором уличного дела собираются старшие товарищи, старшие по должности товарищи, чтобы рассмотреть там то или иное. Послала это Ивинскую свою подругу и своего как-то сказать канцлера. Там как-то было распределено за инцидентой Николаевной была покойная жизнь Переделкина, судьба детей за Ольгу Всеволодной и все дела, опыта, похода и так далее, с которыми она справилась. Кстати, там есть и очередь о Ольге Всеволодной Невинской Номи не ходит. Ему позвали не ходить. Не пожил ничего сказать. Но вот происходит наконец Номеревское время в Доме кино. Тогда еще в Доме кино. Центральный Дом литераторов был маленький, не было одного здания. А здесь хотели собрать всех, а напротив Театр Студия Киноотвера, тогда раньше был Дом Кино. Там собираются писатели 31 октября 68-го года. 58-го года. Ясно буду исключать Пастернака из Союза, даже его исключили, подтверждать исключение из Союза писателей и ходатайствовать перед правительством, чтобы Пастернака выслали за предел Союза. Десятка надумок людей обзванивают, рассылают лизок по домам, собирают всех. Как получилось? Александр Петрович Мяшеров, прекрасный поэт, купил билет и тут же улетел в Белиссию. Из Белиссии его уже не достанешь. Евгений Михайлович Винокожев, поэт, сломал телефон, чтобы ему нельзя было дозвониться. До квартиры Юрия Валентиновича Трифонова, в то время уже известного писателя, сумели дозвониться. Но подошла жена, которая сказала, что они с мужем расссорились. И Трифон ушел из дома, а куда ушел, она не знает. Вот, Дарит Самойлов, прекрасный поэт, сделала что-то сломал руку, пришел с рукой на перевесе. В общем, как хотите, голосовать не могу, рука не поднимается. Ну и, конечно, мы с садей сидели в этом самом зале, в задних рядах, перегибались. А когда дело подходило к голосованию, потянулась очередь покурить. Тогда еще с никотином так не боролись. И это было как бы благое черешо. Ходил. Ну вот. но никто не заступился. Ни одна живая душа не заступилась. Публичное или письмо, или каким-то документом. Неповиновение вне участия. Но в том же 1957 году произошло еще одно знаковое событие. Барсоврание. Тогда громили, дограбливали альманах литературная Москва. Вышел первый выпуск. Кооперативный альманах, как бы полупредлежащий советской власти. Вышел первый выпуск, вышел второй, его стали громить, не вышел третий, не вышел и четвертый. В общем, все это жало похерили. И пошла в один собрание премящих этот позорный поступок советских писателей литературной Москва. Четыре коллеги и авторы журнала литературной постоянно сдавались. То один выйдет, признает свою вину, то второй выйдет, попросит прощения за неосторожность, то третий, что-то еще. И вот одно из финальных собраний вспоминает Владимир Федорович Тедряков, тоже член коллегии литературной Москвы. Он успел уже покаяться, но выдержит был прийти и на это собрание. Кто за, кто против? Те, кто против, вспоминает Тедряков, опять-таки, привычный, чтобы руки не поднимать, прячется, пригибаясь за спинками друг у друга. Но на заданный для профлорного вопрос, кто воздержался, из первого ряда поднимается рука. Из залковыхнувшись бьет, встает, молчаливая и почтительная. Это рука Казакевича, беззащитная, щемящая жалко в своем одиночестве. Но она поднята, эта рука. И продолжает Тедряков, это все, кто это видел, может считать, что был свидетелем одного из первых проявлений гражданского мужества после казарменной эпохи Сталина, если не самым первым. Всего-навсего воздержался. Не более того. Но однако же и не менее. 60-й год, 2-ое июня, похоже на Пастернаков. Похоже, Объявлений нет. Небольшая загадочка вечерняя Москва на том, что скончался в таком-то и в литературной России еще загадочкой литературной газеты вышло уже после похорон. Но люди едут туда. Не все. Не все, не все, не все едут. Нет поэтов, друзей Пастернака по молодости, нет Оссеева, нет Кирсанова. Сильвицкого в этот день, в переделке недалече, был занятие длительность сотского семинара, он не прерывает его. Ирак Леонид Родников и Виктор Боисич Шковский, друзья Пастернака, приезжают поклониться гробу, но не в день похорон, а вечером перед этим, чтобы никто не видел тайну. да и так, и так на самом деле, кто-то приезжает, не приезжает. Андрей Василисяцкий рассказывает, например, что его привез в переделке нахуй, Александр Петрович Межеров на своей машине. Они доехали до станции, до платформы переделки, нахуй, Межеров остался, сказал, что он дальше не поедет, потому что там будут записывать номера, и пользуются тем, что машину наберут. Никто, конечно, не отбирал, но, тем не менее, и остался при вокзальном шалмане, назывался Голубой Дунай. Вот ведь как это все было иногда. Но люди были, их было огромное количество, не было речи про их естественную, но, да, и особенно выразительно была история там, дачи соседствуют по улице Павленко. Сначала идет дача Фигина, а потом идет дача Пастернакова. Довольно большие участки, у каждого из них. Так вот, Федин, один из ближайших друзей, соседей Пастернаков. Окна соштожены на дачу, он не выходит, он ничего не знает. Хармель 2 июля, только 8 июля, записывает Федин, я узнал, что умер. Борис Леонидович, как такое могло случиться. И только 12-го он пишет, сочувствует соболезнущее письмо Зинарии Николаевне вдове. Узнал, видел, как он мог не видеть. Это же рядом. Все-таки там были по одним подсчетам около 400 людей, по другим подсчетам около тысячам. Все равно очень немного. Люди шумят даже на похоронах. Вот. Почему не были? Драматург Александр Штейн, главрец Сталинской премии, известный, даже очень неплохой, на вопрос, почему он не был на похоронах, ответил, я не бываю на антиправительственных демонстрациях. Это было действительно демонстрацией, может быть, первой демонстрацией у нас. А дальше процесс шел, развивался, мой процесс развился из-за того, чтобы время истекло. Оля, еще пять минут, ладно, чтобы я уже как-то свернул это все вместе. И дальше здесь становится видно и наглядно. Люди становятся видны и наглядны, когда, во-первых, устраиваешь события в естественном порядке. Вот как они шли, друг за друг. И когда, в общем, смотришь на этом вот за ручей, испытывают на этом оселке, что ли, вот в этих самых испытаниях, как проходят люди. И шел процесс, шел процесс, про голосовую, как я рассказал. И я говорю, что все впервые. Впервые проголосовал не за публично. Впервые собрались на похороны, это стало гражданской событиями. Впервые там что? Арест, суд. Арест, суд, иосифа Бродского. Многое можно было бы рассказывать. Что характерно? За Пастернак, я вам говорил, никто не заступился. Никто даже жалоб не послал. Влатова инстанция. За Бродского, как говорит Анна Андреевна Ахматова, вернее, о Бродском, как говорит Анна Андреевна Ахматова, хлопотали, как ни о ком из русских писателей. Маршак, Чуковский, Шостакович, лауреаты Клинской премии. Масса отдельных авторов. Писали в газеты, писали в президенте Верховного Совета, писали в ЦК. Тогда впервые появилось коллективное письмо. Большая группа. Питерских молодых писателей, презрив всю рознь между ними, а писатели это ведь такая среда щелочная, резко. Писатели, как правило, все-таки терпеть не могут друг друга. Это органическое свойство. Нет, они сошлись, чтобы защитить вот этого самого молодого собрата. Первое событие, стало первым событием, когда стали заступаться. Это тоже непроведовение. Неприятности делал ни у кого. Пока. Вот теперь все мирно. Мортик прекращается в 65-м году, 9-го сентября, на троллейбусной остановке в Никитинских воротах, арестовывает Алина Галдрея Анатольевича Синябского, который как раз намерялся ехать на свою лекцию в школе-студии МХАТ. 12 сентября на выходе из аэропорта Внуково арестовывает прилетевшего из Новосибирска Юлия Марковича Даниэля. Готовится процесс. Его, вроде бы, рекомендуется сделать товарищеским судом. До того, были так называемые товарищеские суды. Но Ленин Брежнева советуется с Фидиным, главой связи с писателем. И Фидин говорит, что писатели не желают иметь ничего общего с этим подробным. И суд уголовный. Уже все полагается. Чем он получился, вы знаете. Напоминать не буду. Подписи личных, коллективных, персональных. Но в чем разница с историей Избродской? Эти письма адресованы уже городу и миру. То есть не просто в газету «Правда» или «Известия», не просто в ЦКПСС, не просто в Генеральную прокуратуру, а городу и миру. Урби от Урби. Они появляются на Западе. вступаются западные литераторы, члены международного ПЭЛа. Это все обсуждается всюду, везде. Важный шаг, важное событие. Причем один важный момент. Вот Лидия Королевна Чуковская. Она не любила стихи Бродского. Так в этом любила, Лидия Королевна не любила. Но за Бродского заступилась. Не мой поэт, но поэт. Он заступается. Что касается Семяновского, то она написала «Если этот Эрц, он мне мерзок. И зачем это дамское рукоделие печатать за рубежом? К чему? И кому она там интересна? Здесь ничем. Если бы фантастические повести продавались свободно, это никто бы не читал. Точка. Но сажать в тюрьму и отдавать под суд людей, чтобы они не писали гнусно. И все это достаточно. Отдавать людей под суд, чтобы они не писали гнусно. Точка. Вот нравственный закон. И звездное небо там головой. Также Рахматова рассказывала, что когда была в Париже, ей дали почитать Синемского. Она сказала, уберите от меня эту смородную гадость. но не нравилась сажать по-другому, чем здесь попасться за них нельзя. Но это вдаля. 68-й год. Страны Варшавского договора проводят войска, оказывают братскую помощь братскому народу в Чехословарке. А к этому времени они успели практически сдадить вот эту большую волну кровозащитного движения всех этих подписанцев, кого-то наказать, кого-то напугать, кого-то как еще. И перед генераторами, вот как на классической картинке с Багатарем на распутье возник выбор. Выбор, собственно говоря, из трех возможностей. Первый вариант открытое сопротивление, и часть писателей стала диссидентами, открытыми борцами с властью. Проклинали ее, ненавидели, апеллировали к мировому сообществу, пытались апеллировать к народу, впрочем, вполне безуспешно. Имена достойные, что уж там говорить, Солженицын, Чуковская, Виктор Микрасов, Владимир Войнович, Георгий Владимиров, Юрий Домбровский, Владимир Корнилов, муж и жена Копелю. А сейчас писатели не вступают в войну с властью, и почти, как сейчас бы сказали, релацироваться, а по старому негрировать. Опять-таки имена достойная высшей степени. Анатолий Кузнецов, Василий Аксенов, Анатолий Владимиров, Юрий Мамлеев, Маука Ржавин, но они не вступали в схватку с режимом. Теленок не боролся, не бился с думом, как сейчас бы сказали. Просто исчезли. Исчезли страны. И возникла еще вторая модель, ну-ка, это перечислено первое, поколение дворников и сторожей. Поэты, розаики, драматурки, их много, не буду подчислять, именно классическое произведение, созданное этим поколением. это Москва-петушки Венедикта и Рафиева, Гленна Тесоветчина. Совсем просто это все. А, неинтересный, желание жить отдельно, никак с ними не общаться. Венедикта Васильевич ушел в алкоголизм, Дамбровский ушел в алкоголизм, кто-то еще ушел в алкоголизм, тоже как рот внутренней миграции, тоже выбор. И третий выбор. Писатели, оставшиеся в стороне, продолжавшие писать то, что они пишут, обращавшиеся к тому народу, из которого они вышли. Да, разумеется, какие-то их вещи не печатались, какие-то их вещи не корежились, но в стране, как бы то ни было, была литература и в 70-е и в 80-е годы. И неплохая литература Трифонов, Юрий Казаков, Тендряков, Битов, Арсений Тарковский, Давид Самойл, Юрий Левитанский, Летушенко, Вознесенский, Ахмадулина. Все мастера деревенской прозы, от Яши до Распутина, не оставались здесь. Каждый раз это было уже проблемой личного выбора. Мы сейчас смотрим на все события через 50 лет. Смотрим уже спокойно, принимаем и тот, и второй, и третий выбор, какой сделали эти писатели. А современникам было нелегко. и не разумеется, кого-то хаяли, кого-то костерили, с кем-то не соглашались. Но это дело обычно. У нас в России можно со многим не соглашаться. А про последнее скажу еще, последнее уже совсем несколько раз. Есть замечательная книга, переписка Давида Самарова с Лидией Корнеевной Чуковской. Они наружили много лет. Лидия Корнеевна предвлекалась очень мало. в общем, с моим недуманом всего. Я переписывал всегда. Тогда была вот эта вот мода и не было женщин никаких вот этих хамалюб. Вот замечательные интересные письма. И одновременно они дружили все с настоящими диссидентами. С Кобелевым, с Анатолием Никасовым, еще с кем-то. И Давид Самарович человек тонкий, такой вибрирующий. Я, по счастью, был с ним неплохо знаком. Вот один прекрасный момент написал Лидия Корнеевна, что ему совесть настыдна, что обычно не высказывает свое отношение к поведению власти. Вот как-то делает кто-то Кобелев, например, те же самые. Лидия Корнеевна ответил, напомнил важнее, что декабристы, многие из них обожали стихи Пушкина, но Пушкина в свое тайное общество не позвали. Пушкин даже обиделся. Почему не позвали? Среди них тоже были поэты, Реев, и так далее. Потому что они понимали, кто такой Пушкин. Пусть занимается свои, пишет стихи об рыб самободе. И вторая история уже глубоко личная, самая последняя. В 1970-е годы я жил в доме на Красноарвежской улице 23. Это писательская копировка, советская писатель. По сожалению, в доме жил Левсинович Копелев, его жила Раиса Давыдовна на Городово. До поры уже такие завзяты антисоветчики, исключенные связи писатели, вообще подталкиваемые стороны, но еще никуда не уехавшие. У них, разумеется, отвезли телефон, они как-то даже приходили к нам позвонить, там, кому-то, иногда бывал у них и я. Не часто, но бывал. Брал какие-то книжки, разумеется, запрещенные, на север возвращат, ну и так далее. Я молодой, они уже такие. И вот, как-то я расприхожу, а там на них шумкам подпизывается, собирает подписи под очередным письмом с протестом против чего-то. Я уже даже не помню, против чего-то. Посмотрел на меня Лев Зинович, как сказал Борозово, острым голоском и говорит, Сережа, а может вы подпишете? Я да, давайте. Вот. Вот вмешался Рождествен Довен, она говорит, слушай, ну не приставайте к нему. Пусть он пишет свои статьи о стихах Куштера, Савуева и Тарковского, это у него хорошо получается, а письма ведь мы сами подпишем. У меня это же отлегло. Признаюсь он по совести, потому что путь борца как-то никогда не был, как оказался мурием. А ведь мог бы подписать одно, второе, третье. Началась бы какая-то совсем другая жизнь, которая, может быть, кончилась бы также, как сейчас, вступление в Десной Поляне, уже через несколько десятилетий, а эти десятилетия были бы очень разные. все выборы. Значит, собственно говоря, нам говорит русская литература. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ